Всем привет из Днём Знаний! Вы на канале РГУФК СМИТ. Меня зовут Михаил Комаричев, и у нас вторая часть интервью с выпускником нашего университета Павлом Погребником. Паш, в этом году ты защитил кандидатскую диссертацию. Тема твоей работы связана с подготовкой футболистов к сезону по системе осень-весна. Почему ты вообще решил пойти в науку и можно ли назвать эту работу некоторым обобщенным итогом твоего личного опыта, твоей карьеры? Наверное, начну с того, что спорт не вечен и спорт заканчивается, а знания остаются. Умственное, наверное, развитие человека — это основной фактор, который влияет на повседневную жизнь. Поэтому, естественно, в моей голове присутствовало, что когда-то я закончу, а правильно высказывать свои мысли или думать углубленно, к этому надо прийти, и потом можно устроиться на приличную работу. Поэтому, да, сезон в 2001-2012 годах перешел на систему осень-весна. И я считаю, что это очень правильный ход со стороны нашего российского футбола, так как прежде всего это было сделано на то, чтобы конкурировать с ведущими европейскими клубами, грандами, как хотите. И, конечно, поднять престиж российской футбольной премьер-лиги. — Можешь в коротких двух-трех предложениях такой главный итог из этой работы? — Мы брали две группы — контрольную и экспериментальную, по 20 человек каждый. Кстати, я тоже вот лично участвовал под конец своей карьеры уже вот в этих всех исследованиях, и тренера мне... — У меня, короче, два слова было. Высококалифицированной. Я говорил «высококалифицированной». Она, ну, как-то это... Короче, это слово много раз повторялось, и я запинался. И тренеры, да. — Кстати, я матч ТВ смотрю некоторые, блин, тоже. — Ну да, да. Тот же губерник, по-моему, раз кого-то поправил. — Да? — Да, кого-то учил. — В исследовании принимал участие лично я и тренеры команд премьер-лиги, где я был последние три года. Это «Динамо», «Тосно» и «Урал». Вот. Что могу сказать? Что большинство тренеров, где-то процентов, наверное, 66, они привыкли возить команды на четыре тренировочных сбора. По моим выводам, это очень много, и вот эта моя модернизированная программа, которая включает в себя три тренировочных сбора, она более актуальна. И она также применима во всех европейских чемпионатах. Вот. Плюс мы сократили количество контрольных игр. Вот, в два раза. Плюс мы сократили количество тренировочных дней. На первом этапе мы использовали, там, этот сбор был втягивающий и общепредготовительным. Мы использовали, так, среднюю интенсивность тренировок. Вот. На втором, конечно, уже такое максимальное, субмаксимальное значение. И тесты там разные по ВЦ, там, да, 170. Функциональная и вот физическая нагрузка, которая закладывается, она, то есть, работает на протяжении всего игрового сезона. То есть, я бы сказал, это, наверное, будущее. Будущее. Это программа будущего российского футбола. Так как в Европе тоже люди не дураки. И они знают, как вывести вот свою команду, своих футболистов на максимальный уровень при, там, при начале, к началу чемпионата. То есть, ну, суть вот, если вкратце, суть в этом. В карьере, в твоей учебе помогало на поле или в подготовке к тем же, ну, там, на сборах, во время игры, может быть, какие-то вот знания отложенные, давали какой-то эффект? Ну, сейчас скажу, вот, как профессиональный спортсмен, то, что, когда мы выходим на поле, мы забываем обо всем. Даже не слышим собственного тренера. Подсказки его. Нет, ну, конечно, знания, они, куда без них, конечно, они помогают. Я, когда учился, мы прислушивались и к педагогам, и к классным руководителям. В голове откладывается, а потом вот, когда все воспринимаешь всерьез, уже после того, как или матч заканчивается, или твоя карьера. И вот ты анализируешь все эти знания, которые тебе дал университет, и думаешь, фух, какой же я дурак, что я раньше не пользовался им. Все твои воспоминания, как у тебя проходила учеба, потому что ты уже был профессиональным футболистом, приходилось совмещать. Ну, тут я бы хотел начать, сказать, огромную, выразить огромную благодарность ректору моего института, Тамаре Викторовне, потому что, наверное, она была инициатором, и потом в мою голову это вдолбило, что пока ты играешь, да, ты на слуху, ты на экране телевизора, вот, ты популярная личность, а что будет потом? И эти знания надо учиться, надо повышать свою квалификацию, и эти знания обязательно тебе пригодятся. И в итоге она была права. И вот недавно после моего забитого гола ворота «Динамо»… Панюков, два игрока «Урала» в трофной площади, подача, Погребняк, разворот, гол! 92-я минута, Павел Погребняк, забиваем гол ворота Антона Шунина! Мне пришлось знать, что вот, стал кандидатом, стал забивать. Да, я ей очень благодарен. Конечно, на первых этапах, то есть совмещать учебу и профессиональный спорт – это такое занятие очень трудное. И я, наверное, до девятого класса был отличником в своей школе, у меня, наверное, там было всего две четверки. Ну, потом что-то изменилось, и я вот целенаправленно выбрал свою дорогу в футбол, и у меня так сформировалась мечта уехать за границу и поиграть в Англию. И, конечно, с учебой стало намного хуже, стали проблемы. Английский, наверное, учил, да? А я начинал в английской школе, и при переезде в Англию, конечно, это сыграло свою роль. Потому что я считаю, переехав в другую страну, ты обязываешь учить язык и быть, так сказать, в своей тарелке, общаться с коллективом. И понимать разные там шутчики, которые они там используют, очень важно. Это, кстати, на будущее молодым футболистам, у которых есть планы уехать и поиграть в серьезный футбол. А сколько, скажи мне, пожалуйста, вот в Германии, в Англии используют научный подход те тренеры, которые там вот с тобой занимаются, или вообще вот система клуба, где там даже есть тренеры по сбрасыванию аутов, да, там, со всех сторон, то есть систематический подход. А у нас что-то я такого, если честно, даже вот не могу на скидку вспомнить, чтобы вот такие примеры были. Если у нас предпосылки, да, предпосылки, да, 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 или у нас все нормально, как бы, может быть, просто не видно со стороны. О, у меня частенько спрашивают, вот сравнить, как Германию, как Россию и Европу. Я вот просто напросто этого не делаю, потому что, ну, в европейских чемпионатах плюсов намного больше в плане, вот, да, интеграции знаний в футбол. И вообще вот тренировочного процесса высококвалифицированного футболиста. Ты правильно сказал. У нас даже вот там в неделю два раза проводились теоретические занятия по… Проводил его диетолог, который расписывал нам наше повседневное… Вот наше повседневное питание. То есть, ну, представить такое, я просто, у меня глаза на лоб, потому что, ну, я ем то, что хотел всегда, там, а здесь вот надо питаться по программе. То есть, на самом деле, очень круто, ауты, стандарты, все это индивидуальный тренер. Ну, если… Давайте, ну, давайте Урал возьмем, да. Если у нас в Урале, там, два профессиональных поля, то в Англии это клуб, даже чемпионшипов, это 16 полей. Ну, о чем тут можно говорить? Поэтому нам есть куда стремиться, есть куда расти. И, кстати, вот, мне кажется, с переходом, наверное, сам Валерий Чудюков на пост главы РФС, мне кажется, изменения в российском футболе, они уже видны и пойдут только на пользу. Потому что для человека, реально, думающий, способен изменить программу. Вот это вот. Хотел бы поздравить с Днем Знаний всех учащихся, студентов, преподавателей, учителей. Пожелать огромного желания учиться, познавать и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Также хотел бы пожелать крепкого здоровья и благополучия всем их. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова